Наш любимый сервис Genial я оставила уже напоследок, потому что это такой инструмент, который должен быть в копилке у всех, я считаю, потому что это действительно уникальный инструмент, аналогов, наверное, сложно найти аналоги. Он красочный, он интересный, он много создает интерактива. Интерактив действительно очень необычный. Подобного инструментария очень сложно найти. В общем, нахвалила я его очень сильно. Давайте ссылочку вам отправлю в чат, чтобы вы могли на эту ленту времени полюбоваться. Сделана она по типу презентации. Тут несколько слайдов, которые надо листать. Ну, я думаю, здесь понятно. Вот при нажатии на интерактивные меточки, на плюсики, например, откроется дополнительная информация, которая более подробно расскажет о периоде жизни этого ученого, например. Ну, давайте посмотрим, как вот это создается. После регистрации нам нужно найти шаблон. Здесь нет шаблона, который называется тайм-график. И таймлайн, и лента времени, ничего такого не найдем. Здесь есть шаблон инфографика. Заходим в него. А внутри инфографики нам нужен шаблон именно таймлайн. Можно просто листать, листать, листать. Обычно они все собраны в разделе горизонтальная инфографика. Я сделала проще. Я просто в поисковую строку написала таймлайн, и мне отсортировали только таймлайны, только ленты времени. Обязательно нужно выставить опцию free, чтобы показать только бесплатные шаблоны. Потому что в джинниале здесь, кто работал, знает, что здесь часть платного контента, часть бесплатного. Выбираем только бесплатный, естественно. Ну вот, пожалуйста, многообразные ленты времени, какие хотите, извилистые, прямые, на один слайд, на несколько слайдов. Можно посмотреть сначала. Если понравилось, можно взять в работу. Вообще можно с нуля вообще белый лист и там рисовать что-то. Ну проще, наверное, по шаблончику работать. Вот. Выбираем любой, щелкаем, начинаем его редактировать. Редактор выглядит вот так. Я взяла просто любой шаблон. Вот такой мне, например, понравился. Открыла редактор. Просто по кнопочкам пробегусь и вам обозначу, что есть, что есть здесь. Ну, во-первых, на этом шаблоне вы можете, естественно, удалять изображение и тексты и вписывать все свое. Для добавления текстов есть кнопочка «А», «Текст». Для добавления картинок есть кнопочка «Имидж». Картинки добавляем либо из библиотеки сервиса, но она бы здесь маленькая. Из компьютера загружаем просто. Ограничение до 5 мегабайт картинки. Дальше. Дальше раздел «Ресурсы». Это графика, созданная из сервиса. Это разные иконочки, формы. Если хотите, такие дополнительные украшения, их здесь можно поискать. То же самое касается смарт-блоков. Это больше подходит для инфографики. Там всякие тоже такие диаграммы, схемы. Ну, для лента времени, наверное, это не очень актуально. Но там тоже можно что-то присмотреть красивое для себя. Дальше. Кнопка «Бэкграунд» меняет фон инфографики. Ну и «Пэйджес» добавляет новую страничку. Если у вас длинная инфографика, то можно на несколько слайдов растянуть и сделать еще одну страницу. Либо скопировать старую. А так чаще всего и делается. Копируем и продолжаем в том же душе. Кнопочка «Инсерт» добавляет разные встраиваемые объекты. То есть прямо на слайды сюда для этого времени можно добавить аудио. Записать причем его прямо в режиме онлайн. И можно с посылочки добавить, например, видео с YouTube. Плюс в разделе «Адрес» это вверху серенькие такие скобочки нарисованы. Можно какие-то встраиваемые объекты добавить, презентация и тому подобное. По коду добавляется. Прямо вот поверх слайдов у вас здесь будет. Вот эти вот плюсики, на которые нажимаешь и всплывает контент. Они здесь тоже присутствуют. Вот эта кнопочка «Инфо» под каждой датой стоит. Это интерактивные метки так называемые. То есть нажимаем на плюсик и должно появиться окошечко, в котором будет дополнительная справочная информация. Окошечки тут бывают двух типов. Ну вот, пожалуйста. Мы добавляем сюда кнопочку интерактивную. Что для этого нужно? Выделяем нашу кнопку или наш текст. Вообще любой объект можно сделать интерактивным. Даже при нажатии на картинку может всплывать какая-то информация. Но здесь кнопка у нас «Инфо». Мы на нее нажали. Появляется вот такое вот поле. Нам нужна вот эта вот ручка с пальчиком. Не ладошка, а вот третья слева, которая «Tool Tip» в данном случае называется. Вот этот пальчик. Это как раз для добавления вот этих справочных, всплывающих или открывающихся окошечек. Самая последняя кнопка «Комета» – это отвечает за анимацию. То есть вы можете еще заставить все эти объекты как-то двигаться, появляться, исчезать и так далее. Это в настройках анимации. Но самое главное здесь вот эта интерактивная кнопка. Нажимаем на эту ладошку и выбираем вид интерактивности. Вот они все здесь. Нас будут интересовать первые два, наверное. «Tool Tip» – это вот то, что в этом шаблоне присутствует. Это всплывающее окошечко с небольшой информацией по теме. Там дата, события, человек, ну буквально пара предложений. «Window» – это целое окно на весь экран. Когда у вас огромное количество текста, там целый параграф, может быть, у вас есть, тогда выбираем, естественно, «Window». Ну вот так оно выглядит. Это отрывок из моей другой работы, но смысл примерно такой же. Внутрь текста можно вставить картинку с компьютера. Дополнительно можно видео с YouTube добавить, таблицу, гиперссылку и даже встраиваемый объект. Вот последняя, как раз скобка такая, косая. Я все вопросы увидела, сейчас я закончу и постараюсь на все ответить. Вот таким образом это все работает. Окошечко сохраняем, естественно, клавишей «Save». После этого проверяем, все ли работает, все ли открывается и переходим к следующему. Итак, каждый объект в этой ленте времени мы можем издать вот такими всплывающими окошками, с информацией, с дополнительной. В общем, насытить максимально ленту времени всем чем угодно. Здесь любой контент приветствуется.